тираны мира трепещите восстаньте падшие рабы самовластительный злодей тебя твой трон я ненавижу твою погибель смерть детей жестокой радостью вижу крест здесь латинский именно на таком кресте был распят иисус христос но говорят что в числе и заговорщику которые убили его большая часть была масонами поэтому александр их не запрещал и не контролировал никоим образом ну а дальше представьте себе следующую сцену там в эрфурте наполеон снимает себя в свою треуголку и начинает ее топтать александр при этом говорит либо мы договариваемся либо я ухожу хотя лучше всего наверное об этом сказал пушкин всю жизнь свою провел в дороге простыл и умер в таганроге привет сегодня прогуляемся по петербургу императора александра первого поговорим о его славе о мистики и а личной жизни императора 23 декабря 1777 года у екатерины наконец родился мальчик которого она назвала александром честь александра невского он не был ее сыном он был ей всего лишь внуком у него были живы оба родителя но поскольку екатерина сама не воспитывала своих детей у нее отобрали и павла и и незаконно рожденных детей поэтому всю свою не растраченную материнскую любовь она ополчила на своих внуков и александр и константина и на своих внучек она была очень хорошей бабушкой даже сама стирала иногда их бельишко писала для них учебники она учила их духе посвящения на основе книг джона лока или руссо но родители не спрашивала ни по поводу воспитания не образования ведь у нее тоже когда-то отобрали павла и императрица елизавета петровна его все время путала чтобы он не заболел в итоге павел потом постоянно простужался поэтому своих внуков екатерина старалась детства закалять обучение проходила здесь как раз комнаты александра находились на втором этаже в этой части дворца впоследствии когда он стал императором он тоже продолжил жить именно здесь хотя сама екатерина жила совершенно в другой в юго-восточной части дворца и вот эта лестница она до сих пор называется салтыковский также как и сам вот этот вот подъезд в честь воспитателя александра генерал-лан шеф и николая салтыкова вторым его учителем был знаменитый лагард швейцарец адвокат изначально вот так ему повезло стать воспитателем будущего императора лагар был очень честным человеком и именно он дал александр те вот основные идеи равенства братства свободы для всех всеобщей свободы которые александр очень хорошо усвоил может быть даже себе на беду но во всяком случае от лагарпа он не усвоил любви может быть к русскому народу вот русского духа какого-то дайму на лагард не дал ну и ладно с подумала бабушка не хочет учиться пусть женится ему подобрали юную баденскую принцессу луизу марию августу ей тогда было вот на момент печания ей было 14 лет ему не было еще 16 естественно их обоих даже не спрашивали хотят они этого брака или нет и поскольку оба они были еще морально физически умственно не готовы к этому браку поэтому фактически сразу у них возникла такая психологическая несовместимость то есть браках не удался ну скорее всего как мне кажется бабушка екатерина все-таки любя своих внуков желала им счастья но получилось так что она поспешила она очень хотела чтобы александр поскорее стал взрослым потому что женатый молодой человек уже является мужчиной и он может например занять трон как говорят екатерина хотела передать трон александру вместо павла первого и связи с этим кстати с тем что она отобрала его у родителей у нее у самой были очень плохие отношения и с павлом и со своей невесткой ведь как известно когда она павла родила у нее его сразу же забрали и она впервые увидел своего ребенка только через полгода она его не воспитывала и впоследствии забрала у павла трон то есть власть естественно отношения у них были натянуты это мягко сказано на самом деле фактически враждебные на грани враждебности и александр он иногда жил у бабушки и пытался подстраиваться под нее под ее настроение под ее вкусы периодически он бывал у матери либо у отца у ну мария федоровна жена павла она иногда жила в павловске павел жил в гачине александр бывал по перемену то там то там то там и например в гачине он принимал участие в учениях павла 1 общался с солдатами кстати говоря он в реальности перенял от павла некоторые черты характера например любовь к муштре любовь к маршировкам и в том числе любовь каким-то мелочам вот если павел указывал сколько гвоздей должно быть использовано при строительстве того или иного дома то александр тоже любил четко указывать сколько пуговиц должно быть на мундире сколько шагов нужно сделать солдатам в минуту во время маршировки какой длины и должен быть шаг и именно у александра 1 у первого в россии появился шагомер вот он как раз замерял шаги да не что 10 тысяч шагов для себя а именно замерял чтобы солдаты ходили как надо и получалось иногда так что днем например она проводил время в гачине то есть общался вот с этими со всеми солдатами многие из которых были грубыми достаточно а потом вечером он приезжал в санкт-петербург оказывался в эрмитаже в обществе таких изящных гостей и поддерживал беседу с ними то есть там он был таким здесь он был таким как каким хотела его видеть бабушка и вот все это привело к тому что александр стал двуличным не искренним лицемерным и так далее скрытный изворотливый недоверчивый к людям причем настолько скрытный что когда он узнал что бабушка екатерина хочет передать трон ему напрямую минуя павла он сам подошел к отцу и рассказал ему об этом и пообещал пристегнуть ему как император когда тот придет к власти ребенку тогда было всего лишь 10 лет ну в итоге так оно и получилось императором стал именно павел и многие уверены что именно александр какой-то степени причастен к этому убийству то есть по крайней мере он знал о заговоре но ничего не сделал для того чтобы его предотвратить на самом деле александр знал о том что готовится заговор что его хотят поставить императором но он наивно предполагал что павла не будут убивать что ему предложат отречь от престола но получилось не так получилось что пришел платон зубов и доложил императору будущему императору александру о том что все сделано то сначала вроде как не понял что сделано но на самом деле он естественно понял и хлопнулся в обморок ну затем нашел в себе силы вышел на балкон и сказал народу о том что батюшка умер от апоплексического удара знаем что от удара табакеркой по голове и о том что он теперь будет править как бабушка но затем опять хлопнулся в обморок несколько дней после коронации он сидел в комнате смотрел в одну точку и многие думали что он может сойти с ума на самом деле император александр не хотел власти с одной стороны он боялся один управлять этой огромной империей страна-то большая а порядка в ней нету со времен рюрика ничего не поменялось по сути но с другой стороны он был амбициозен и он хотел власти то есть он во всем был такой противоречивый ну и вскоре он все-таки принялся за реформы он создал негласный комитет в который вошли его молодые друзья им было лет тридцать-сорок это был и адам черторыйский и новосельцев строганов кочубей и они должны были решить некоторые вопросы обсудить реформы например в том числе возможно отмену крепостного права введение конституции стране создание министерств и так далее и вот этот негласный комитет собирался обсуждали эти вопросы ну и все на этом дальше комитет по сути особо не пошел поэтому сама расформировался со временем но какие-то реформы все-таки были проведены например были созданы 8 министерств за место петровских коллегий и в том числе например для министерства финансов и министерства иностранных дел было построено здание главного штаба кстати здание адмиралтейства возле которого мы сейчас идем она тоже была построена тогда же при александре да и стрелка васильевского острова исакиевский собор и казанский собор да по большому счету основная часть нашего города создавалась тогда ну исаки конечно позже был достроен но началось его строительство именно при александре первым изменением подверглись также сенат и синод главой синода был назначен гражданский чиновник обер прокурор синода и им тогда стал друг детства александра 1 александр голицын вот у нас здание сената из от арочки с левой стороны находится синод александр голицын впоследствии стал также и главой министерства народного просвещения и позже он объединил оба этих ведомства в одну но это человек достаточно интересный и мы к нему еще обязательно вернемся что касается конституции ее проект александр попросил подготовить спиранского тот подготовил но как сказал адам черторый инвалиды и лентяй империи то есть министры и чиновники восстали против этого документа поэтому пришлось как-то отложить это на более позднее время что касается решения крестьянского вопроса александр думал об отмене крепостного права но тогда общество к этому было еще не готова поэтому он решил проверить настроение дворянства и издал указ о вольных либо паштах по которому крестьяне сами себя могли выкупить на волю но крестьяне не спешили это делать и говорили хозяевам что и мы так привычно давайте оставим все как есть хотя некоторые на волю конечно же выкупались в общем идеи были крутые но не вовремя и нужно было еще подготовить новых чиновников новых министров которые будут помогать александру осуществлять эти реформы и нужно было для этого осуществить реформу образование причем нормально так они как как обычно так вот александр создает целую систему образования с разными степенями с училищами для простых людей и с университетами у нас например он создает лицей тот самый царско-сельский пушкинский лицей из которого ну вот из министров вышел только горчаков в том числе там были и будущие декабристы пущенки хлебекер ну и солнце русской поэзии например институт путей сообщения нынешний наш также был создан при александре первом инженерное училище где учился достоевский ну и конечно же наш университет который при александре был как бы заново создан изначально его основывающие петр первый в 1724 году но как говорится 1 блин получился комом и учить было никого и никому поэтому его пришлось создавать заново еще раз но на самом деле на тот момент высшее образование было доступно лишь привилегированным сословиям ну а больше всего царствование александра первого прославилась победой над наполеоном изначально в планы наполеона не входила война с россией потому что в принципе их интересы не пересекались не противоречили друг другу а павел тоже так считал и он нормально имел отношения со францией с наполеоном но при этом начал войну с англией и умер александр придя к власти он наоборот заключил мир с англичанами а вот франции было сложнее потому что ее постепенно начинали все ненавидеть в том числе англичане и в том числе в россии александр считал наполеона исчадием ада и говорил что-то вроде либо он либо я вместе мы царствовать не можем но для него в тот момент все складывалось не очень хорошо потому что битву при аустралийце мы проиграли кровавую битву при илау тоже под фринланд под фридландом также и все это закончилось подписанием тильзитского мира на нем они прямо посредине реки на пароме причем мир этот был для нас мне кажется такой унизительный даже потому что мы вынуждены были признать все победы наполеона согласиться с тем что во многих странах европы королями будут назначены его родственники и подключиться к континентальной блокаде англии то есть нашего главного торгового партнера естественно в петербурге этот мир встретили без особого энтузиазма от александра многие тогда отвернулись в том числе его бывшие коллеги по негласному комитету заявили что-то вроде что мы не будем не готовы жить в таких порядках новых порядках то есть получается что от александра очень быстро все отвернулись но он тогда сказал что хорошо смеется тот кто смеется последний всем известна истина но так оно и получилось потому что мы знаем что именно александр въехал на коне париж том числе в может быть даже на том самом коне которого ему подарил наполеон то ли клипс то ли марс сам на самом деле личность не не установлена но это было позже а тогда в 1808 году наполеон читал александра дураком и не понимал почему ему приходится с этим дураком считаться ну и александр то время уже как-то немножечко морально все-таки окреп и когда была встреча в эрфурте наполеон был уверен что он император русский император подпишет все о чем наполеон его попросит пойдет на все условия ну а дальше представьте себе следующую сцену там в эрфурте наполеон снимает себя свою треуголку и начинает ее топтать александр при этом говорит либо мы договариваемся либо я ухожу в каков наглец ведь это же сам наполеон наполеоновские генералы были уверены что если бы два императора остались бы вдвоем наполеон бы уговорил задавил бы александра потому что русский царь слабый но наполеон тот момент уже понимал что александр не так прост как кажется вообще он он действительно в двух двуличные лицемерные он никогда не бывает откровенным и так далее он понимал что александр очень даже умный человек ну тогда в эрфурте они расстались хорошо но через четыре года в 1812 году как известно наполеон пошел на россию почему ну потому что он считал себя непобедимым гением и все в таком духе есть такой мем ожидания и реальность так вот в ожиданиях наполеона он думал что когда он перейдет границу россию россии ему дадут генеральное сражение он его выиграет естественно займет одну столицу другую ему вынесут ключи александр будет просить о пощаде и так далее но пошло все по-другому русские играли нечестно они хотели сдаваться они хотели давать даже генерального сражения все время отступали обе армии и баркла и багратиона отступали в глубь страны тем самым багратион исполнял задуманную им идею о с киевской войне о том что нужно изматывать до противника при этом наполеона еще сопровождали наши партизаны постоянно надоедали как мухи но у русских тоже все не так гладко шло и пришлось заменить главнокомандующего в армию приехал кутузов который заявил как можно отступать с такими молодцами и велел продолжить отступление ну а дальше вы помните бородинская битва совет филях горящая москва освобождение французскими туристами номеров московских гостиницах и путь обратно к себе на родину совсем награбленным с партизанами совсем ну и также помните что после победы над наполеоном война продолжилась здесь там уже в европе заграничным походом причем наполеон за короткое время успел набрать новую армию причем такую немаленькую ну и то его победа были то союзной армии но в итоге мы все-таки вернулись победителями сюда в петербург и александр тоже что называется на коне во славе сенат и сенат просил его принять звание вели имя благословенного и просил разрешение поставить ему памятник но александр отказался от памятника и прижизненного и посмертного надо ему было оказался от триумфа и уехал с женой на венский конгресс который еще прозвали танцующий конгресс потому что на этом конгрессе должна была решиться судьба династии бурбонов судьба мира то есть фактически дележка мира но вместо этого каждый день там давали баллы маскарады фейерверки и как сказал князь шарделин конгресс танцует но не продвигается вперед ну пришлось все-таки продвинуться вперед потому что россия по итогу получила царство польское закрепила свой успех финляндии после войны со швецией 1808 года и вообще приобрела огромные территории и за годы царствования александр за эти 24 года он в итоге воевал из франции и вот со швецией с персией с турцией из всех этих войн вышел победителем но после этой войны она приобрел такой вот как бы понимание как устроен этот мир дело в том что в 1812 году самое тяжелое время у него как-то во время службы в церкви упала библия он ее поднял раскрыл на какой-то странице прочитал и увидел что этот текст очень точно ложится на нынешнюю ситуацию и он понял что эту войну россия выиграет так оно и произошло он стал вот тем человеком который овел привел европу к миру и он понял что не от человека все зависит судьба и его лично и страны в том числе всем руководить некое такое проведение нужно только уметь считывать его знаки нужно молиться как можно больше работать над собой и тогда ты будешь знать будущее то есть он стал все больше и больше впадать мистицизм может быть это было тогда вот в то время 812 более поздние годы может быть с того момента как он пришел к власти после убийства паула потому что было всего две версии убийства павла первого либо в этом виноват александр павлович либо так было уготовано самой судьбой и от него это не зависело естественно его больше устраивал второй вариант и в том числе проведение реформ тоже было удобно под не проводить эти реформы прикрываясь вот этой вот идеей о предначертанности свыше потому что если реформы не получаются сейчас значит они получатся потом надо дождаться и так далее то есть можно быть достаточно пассивным за тебя все решить вот это вот самая судьба проведения и так далее как относилась окружение александр к этого к этому увлечению мистицизмом но например тот же спиранский собирал для него мистическую библиотеку да вообще это было тогда достаточно такое модное течение когда александр возвращался из вены с венского конгресса в петербург кто там он встретил баронессу варвару юлию декру днр дочь одного масона по фамилии фитингов он был президентом медицинской коллегии и вот этот дом на гороховой 2 этот серый угловой дом или серый-голубой а он принадлежал как раз его семье но затем после его смерти его продали в казну и как-то раз юлия днр проходила вместе с подругой мимо этого дома и увидела что не со стен стекает кровь и она тогда сказала своей подруге что через сто лет здесь будут лица реки крови ну и действительно в середине 19 века в этом здании разместилась царская охранка именно сюда доставляли террористов стрелявших в александр 2 то уже соловьева который который даже с 5 попытки не сумел убить императора или впоследствии кибальчича николая рысакова здесь же вера засуле стреляла в трепого здесь работал судейкин который впоследствии был забит ломами дегаевом и его помощниками ну а в начале 20 века в 1906 году по иронии судьбы охранное отделение переехала на мойку 12 в квартиру пушкина а здесь действительно после революции в 1917 году разместилась в чек а петроградская чека и в чек а по инцативе дзержинского говорят что дзержинский знал слышал эту историю а юлия кру днр и он специально выбрал именно вот этот дом а так вообще изначально юлия кру днр дочек литингов она вышла замуж она достаточно быстро развелась жила в деревне вот какой-то момент и ударила в голову что она предсказательница вот она начала предсказывать но тогда в 1815 году когда она познакомилась уже с александром ей было чуть более немного за 50 ей было и она оказывала не очень большое влияние например во время их первой встречи она с ним разговаривала три часа и он все время плакал и потом позвал ее сюда в петербург все больше и больше он подал мистицизм часто ее слушал ее предсказания многие были такие достаточно невнятные непонятные она предсказывала беды европе ну вот ну что то такое вот совершенно общее что можно было трактовать как угодно как и современные например в гороскоп читаешь можно и так и так понять вот у нее было примерно так же но александр со временем начал ею тяготить тяготиться потому что она начала вмешиваться в его сферу деятельности то есть политику и дипломатию например когда началось греческое восстание она говорила ему что нужно вмешаться нужно помочь грекам освободить их от турецкого ига ну в принципе действительно надо было но часть александр оставил это уже своему брату николаю своему последователю потому что россия так за 24 года воевала со многими странами наверное все таки на тот момент этот выбор был сделан правильно он написал курденер письмо и попросила ее из петербурга попросил в общем помимо того что александр все более и более впадал в мистицизм в это же самое время началась стране реакции то есть если его царствование началось с реформ то далее он перешел к закручиванию гаек реформа на самом деле прекратились наверное с падением спиранского который сам был сыном поповича то есть бедного священника но в какой-то момент его стали ненавидеть буквально все слои населения бедные за то что он увеличивал налоги их количество а дворяне как раз наоборот за реформы александр пришлось отправить спиранского в отставку хотя он доверял ему но на спиранского все больше и больше жаловались говорили что он предатель александр знал что это не так но пришлось пойти на такую уступку кстати аракчеев сказал спиранском так что если бы у него была хотя бы треть ума михаила михайловича то он был был величайшим человеком что касается аракчеев мы сюда пришли не случайно вот этот зеленого дома зеленого цвета дом как раз дома ракчеева и именно ему александр повелел заняться так называемыми военными поселениями ракчеев сначала был против них но потом пришлось все таки исполнить воли императора да еще как вообще сама по себе идея она очень даже неплохая предполагалось что военные будут жить в таких специальных деревнях и будут сами себя обеспечивать продуктами будут растить хлеб и так далее и тем самым снижалась нагрузка на бюджет и у крестьян не было необходимости кормить вот этих вот военных но как всегда исполнение подкачало потому что в этих деревнях в итоге полностью регламентировалась жизнь людей то есть этих военных то есть указывалось когда им надо зачать ребенка на ком жениться то есть например выстраивались в ряд девушки и мужчина и каждому назначалась его невеста тебе это тебе это тебе это указывалось когда съесть и пахать например при том что сами генералы они ни черта не разбирались сельском хозяйстве поэтому пара продукты часто сгнивали прямо на полях и так далее при этом активно использовали битье кнутами шпиц рутинами так далее то есть идея сама себя конечно получается дискредитировала но военное поселение они были не только при александре первом но в том числе все царство не николая первого и их уже ликвидировал только александр второй кстати освободившиеся в бюджете деньги вот благодаря этим военным поселением александр планировал потратить на выкуп крепостных крестьян на волю но в итоге этого сделано не было и даже более того положение крестьян тогда стало ухудшаться потому что их разрешили например опять ссылать в сибирь допустим также в печати цензура стала сильнее александру пушкину например повезло потому что его отправили всего лишь южную ссылку а так вообще на самом деле хуже стала цензура и дело в том что в 1820 году во многих странах европы и в испании в италии например произошли революции а еще хуже у нас восстание в семеновском полку и александр стал подозревать что в россии действует некое какое-то такое тайное общество и поэтому велел создать тайную полицию для того чтобы следить за солдатами войсках не замышляют ли они чего впоследствии он также вообще полностью запретил все эти тайные общества общество но когда ему подали список членов союза благоденствия он его сжег не читая сказав что не мне их карать он сам недавно исповедовал их же идеи а в итоге вот эти все тайные общества собирались у него прямо под носом мы сейчас вдоль мойки отправляемся прямо-прямо непосредственно вдоль реки и доходим до реки фонтанки тираны мира трепещите восстаньте падшие рабы самовластительный злодей тебя твой трон я ненавижу твою погибель смерть детей жестокой радостью вижу юный 18-летний пушкин писал свою оду вольность вот в этом самом доме желтого цвета с колоннами фонтанка 20 находясь у друзей своих тургеневых александр и николай и глядя в окно на михайловский замок в этом доме проходили встречи кружка арзамас бывал том числе жуковский многие многие другие александр тургенев очень многое сделал для пушкина например именно он дал ему рекомендацию для поступления лицей и именно он сопровождал гроб с телом пушкина уже потом в цветогорский монастырь он же был чиновником при министерстве александра голицына между прочим а вот его брат николай он был фактически одним из вдохновителей декабристов он был членом союза благоденствия был членом северного общества правда в петербурге тогда во время восстания 14 декабря он не был был за границей на лечение но был осужден заочно что характерно в этом же самом доме то же самое время жил и сам александр голицын тот самый который был обер прокурором синода и был главой созданного им в министерстве народного просвещения я напомню еще раз что он объединил оба этих ведомства в одно и при него говорили что он не сильно то вообще различает науку от религии не сильно их разделяет и он например часто велел воли например преподавателей которые были недостаточно религиозными самым при этом тоже был но может быть не совсем добропорядочным христианином потому что то что он исповедовал было вообще каким-то сумбуром религиозным он покровительствовал мистиком масоном и иезуитом даже чуть ли не каким-то прорицателем и гадалкам священное описание он прочитал впервые только когда его назначили на эту должность и вообще его называли гасителем просвещения опять тот же пушкин например по нему тоже прошелся просвещение гаситель покровитель бандыша напирайте бога ради на него со всех сторон не попробует ли сзади там всего слабее он ну речь может быть шла о том что 1819 году голицына назначили руководителем почтового ведомства и у него появился доступ к личной переписке ну и соответственно он проверял нет ли где там злодея то есть читал письма и в том числе он использовал эту должность для того чтобы рассылать по всей стране работы мистика в котором он покровительствовал и поэтому православная церковь забила тревогу и на него получилась вот такая вот православная оппозиция но справиться с ним было не так просто потому что у него был очень высокий такой покровитель самый император александр первый и здесь вот в этом доме он как раз устроил такой церковь домовой церковь молельню которая имела очень такое очень мрачный вид и сохранились ее описание мрачный притвор служил символом тьмы павшего человека он соединялся с церковью лестницы и семи ступеней в память принятой масонами от древних алхимиков мистической лестницы и свинца латунь и меди железо бронза серебра и золото такой же скрытый мистический характер был придан видом то есть архитектором каждой детали храма рядом с ним было устроено личное моление голицына это были две маленькие комнатки совершенно темные с наглухо заложенными окнами куда не проникал ни один посторонний звук посредине стояло подобие гроба покрытая плащаницей молельня освещалась лампады из красного стекла сделаны в виде человеческого сердца это кровавое сердце казалось раскаленным и жутко светило в темноте здесь вместе с голицыным часто молился и александр первый тем не менее в какой-то момент александр не выдержал этого вот давление на него и для начала в 1822 году он закрыл все масонские ложи от чего пострадал и как раз и сам голицын и те кому он покровительствовал а в дальнейшем он снял голицына с его должности и полностью ликвидировал его министерство но масонах мы сейчас с вами поговорим и направляемся мы по фонтанке до дома 21 до музея фаберже говорят что александр и сам был масоном хотя на самом деле вряд ли точно известно что он ложи не запрещал большую часть своего царствования в отличие от его отца павла 1 который когда-то услышал о том что в начале 1790 годов против его матери готовили заговоры хотели ее убить может быть он был бы не против но он был очень этим впечатлен поэтому придя к власти запретил все масонские ложи но говорят что в числе и заговорщика которые убили его большая часть была масонами поэтому александр их не запрещал и не контролировал никоим образом возможно сами масоны ему как-то намекнули что если ты не хочешь повторить судьбу своего отца то не надо этого делать ведь и в европе многие государи нормально нормальные отношения имеют с масонами и все у них хорошо и масонами помогают и так далее кстати из четырех членов негласного комитета с помощью которого александр свое время осуществлял реформы трое тоже были масонами и его брат константин павлович тоже то есть он со всех сторон был ими окружен и даже может сказать наверное был поскольку под колпаком но как я уже сказала впоследствии в 1824 году масонские ложи все были закрыты общество оказались запрещены но они все равно продолжили тайно собираться и считается что декабристки и общество они вышли как раз из вольных каменщиков потому что например из пятерых человек которые были повешены на кронверке петропавловской крепости трое то есть релеев если муравьев апостол были масонами также как и николай тургенев о котором я рассказывала и многие многие другие то есть как считают некоторые может быть за заговор декабристов и был заговором масонов против императорской власти хотя с другой стороны среди те кто судил этих декабристов тоже были масоны и бенкендор например спиранский то есть и те кто за власть были масоны масоны и те кто против тоже поэтому тут сложно сказать во всяком случае концу своего царствования александр и сам уже хотел от речи от власти потому что он фактически остался один у него умерла в 1824 году единственная любимая его дочь соня он разочаровался в людях в том числе благодаря ее матери женой них было две дочери но многие считали что эти девочки родились не от александра отцом первой девочки марии которая родилась 1799 году называли а адама черторийского друга александра а отцом второй родившийся в 1806 году называли кавалергарда охотникова и охотников за несколько буквально месяцев до рождения ребенка был убит выходя из театра вернее он был не убит он был тогда смертельно ранен ножом в грудь неизвестным и спустя четыре месяца вот он как раз и умер уже после рождения девочки дело открыто не было не было установлено кто это сделал хотя ходили слухи что этому могут участие константин павлович потому что он знал об этом не хотел просто защитить честь своего брата ну а после этого детей больше александра с елизаветы алексеевны не было хотя как говорят у него было много детей на стороне многие говорили что александр вообще был не способен любить испытывать какие-то чувства искренние но тоже время у него были разные степени их романтичности отношения допустим со своей сестрой екатериной павловной которую он писал такие письма из которых ну совершенно в общем то ясно что их отношения весьма весьма близкие также жозефины багарне как-то раз в эрфурте после одного из баллов александр предложил проводить ее до спальни ну и впоследствии он много раз еще бывал там также александр приписывали связь с жорж актрисы которая была возлюбленной наполеона потом приехала к нам что санкт-петербург жила на невском проспекте в доме 15 и вот ей приписывали детей от императора хотя на самом деле у нее детей не было вообще но самая длительная связь совершенно точно очевидно была эта связь с мария антоновной нарышкиной причем это связь длилось 15 лет и фактически она была его второй женой у него была вторая семья вот это серое здание угловое с балкончиком это сейчас музей фаберже а так этот дворец нарышкиных шуваловых так вот там же как раз дмитрий львович нарышкин и его супруга мария антоновна которая была по происхождению полячкой и называли очень красивые считались очень красивой но при этом не очень умной например на одном из баллов она как-то призналась императрице елизавете алексеевне о том что она беременна ничего еще было незаметно она просто сказала ой что-то мне дурно как-то елизавета алексеевна удивилась тоже с вами то наверное беременна елизавета алексеевна было этих было очень оскорблена потому что она прекрасно понимала от кого мог быть этот ребенок и при этом у нее у самой детей не было и не могло быть потому что отношений с мужем не было и она писала об этом очень возмущенно своей матери и говорила ей что все какое-то чудо что я еще не сошла с ума на самом деле и между прочим мужа мария антоновна нарышкина его считали рогоносцам номер один там когда пушкин тридцать шестом году получила вот этот пасквиль в котором его называли заместителем магистра ордена рогоносца то есть он был только номер два номер один навсегда оставался за нарышкиным мария антоновна полячка и она была как я сказала и теоретически учитывая то что тогда при александре к россии была присоединена польша то можно было через нее воздействовать на императора в планах улучшение положение польши или может быть все таки дать ей опять свободу но она совершенно была не заинтересована в политике и это никак не интересовало но интересовало ее тоже что и многих любовниц она просила александра с его супругой официально то есть императрицей и жениться на ней он как мог отнекивался ну как и многие на самом деле ну и у них с нарышкиным я имею ввиду у мария и ее мужа было всего шесть детей и при этом дмитрий львович признавал своей только старшую дочь марину остальные пятеро были не от него возможно они были от александра хотя скорее всего от него было трое или четверо детей еще был сын шестой ребенок но скорее всего не от александра потому что мария антоновна умудрилась ему все-таки изменить после чего он сказал что он теперь вообще не доверяет никому из людей из этих всех детей это были девочки все умерли в основном в младенчестве и только софья она дожила до 18 лет после чего она умерла и это стало большим трауром как для александра так и для его супруги елизаветы алексеевны она тоже любила эту девочку потому что своих детей опять же не было вот так что ситуация была у него крайне крайне тяжелая концу его царствования ну и закончился тоже все достаточно печально мы с вами сейчас вернемся на дворцовой площадь причем кстати говоря получается мы пойдем мы тем же маршрутом что и в свое время прогуливался александр потому что выходя из зимнего дворца он направлялся в сторону летнего сада по неве потом поворачивал на танку и по невскому шел обратно до зимнего дворца гулял один без охраны если ехал в экипаж поехал в открытом экипажа и при том что этот человек был внуком и сыном убитых в результате заговора императоров он совершенно вот не боялся никаких вот не выстрелов может быть еще чего-то никаких заговоров против него и даже в их дворце на каменном острове не было охраны можно было спокойно пройти внутрь вот такой был человек и так еще возвращаемся 1 сентября 1825 года александр уехал в таганрог спустя 10 дней туда приехала его супруга елизавета алексеевна она себя очень плохо чувствовала она была очень больна и рекомендовали поехать за границу на лечение но она не хотела ехать за границу поэтому они выбрали таганрог а ты конечно очень странный выбор курорта именно там супруги наконец сблизились елизавета алексеевна чувствовал себя совершенно счастливы потому что александр несмотря на свои заботы уделял ей очень много внимания но затем он уехал в крым для того чтобы подобрать место для будущего дворца но там подхватил лихорадку и вернулся больным что за лихорадка тогда было непонятно но с каждым днем и чувствовал себя все хуже вначале было извиняюсь вздутие диарея затем начались обмороки однажды он даже упал на пол прямо и после этого ситуация стала еще хуже он вполне торгический сон у него начались судороги затем огонь и и 19 ноября 1825 года императора не стало после этого было совершено вскрытие тела под официальным документом подписались 9 медиков затем тело было забальзамировано ну видимо в таганроге не было достаточных таких средств поэтому забальзамировано оно было очень плохо некачественно и она продолжала портиться поэтому его еще и заморозили и говорят что александр очень изменилось лицо и даже почернела даже пожелтели перчатки на руках белые перчатки и это тело затем была отправлена сначала в москву чтобы народским мог попрощаться а затем а в санкт-петербург не в москве не в санкт-петербурге видимо из-за того что тело как я сказала изменилось лицо изменилось было видимо неприятным по дороге в москву вскрывали несколько раз вот из-за этого гроб стоял закрытым и люди не видели императора и поэтому по стране поползли слухи о том что император не умер а где-то скрывается слухи эти усугублялись еще и ближайшим окружением потом которая была свидетелем его смерти например доктор тарасов который подписывался под протоколом вскрытия утверждал что он этого не делал он не подписывал протокол его племянник впоследствии говорил что тарасов например после смерти императора ни разу не служил панихиду по нему хотя был очень набожным а затем когда умер уже старец федор кузьмич он служил панихиду но делал это тайна или например вот елизавета алексеевна она не последовал за гробом столицу кстати она ввела дневниковые записи о состоянии александров не его болезни но эти записи прекращаются за восемь дней до смерти александра прямо прерывается также говорили что на самом деле умер не сам александр а умер фельдъегерь маска он умер буквально на глазах у александра он упал разбился ушибся его похоронили очень быстро буквально на следующий день не выждав от тех положенных трех дней это мы говорили что может быть там гробу именно его тело но при этом когда гроб привезли в петербург его вскрывали я между вскрывали перед членами царской семьи и вот мать мария федоровна и брат николай павлович они его узнали они сказали что да да это александр например елизавета алексеевна она своей матери писала что она самый несчастный человек от того что умер ее муж писал это ну вроде бы такие искренние искренние письма то есть вот есть много мнением сита настоящая загадка хотя лучше всего наверное об этом сказал пушкин всю жизнь свою провел в дороге простыл и умер в таганроге гениально в принципе обо всем об этом можно было бы забыть но спустя 10 лет в 1836 году объявился старец федор кузьмич который внешне был очень похож на императора и многие кто видел когда-то александра признавали в нем царя он был высокого роста имел светлые волосы ему тогда было около 60 поэтому такие они были седоваты но видно было что прошлом блондин был глуховат на одну ухо как александр который когда-то еще в юности во время учений в гатчине оглох вот то есть в этом тоже было совпадение когда его арестовали за то что он был без документов и хотели отправить сибирь его попросили расписаться но сказал что не умеет писать и попросил расписаться за него другого на самом деле точно известно что писать он умел и впоследствии он вел переписку со многими людьми он прекрасно разговаривал по-французски и вообще у него будет были манеры образованного культурного человека не просто культурного а вот высокой такой культуры то есть работа из аристократов например он очень часто вспоминал события войны 12 года рассказывал о кутузове о баракчееве и о многом другом о том что было известно именно александру павловичу при этом иногда его спрашивали напрямую даже в том числе спрашивали он отнекивался и говорил намеками хотят однажды перед смертью сказал что да ничего не скроешь в этом мире и правда это или нет окончательно так и не дан ответ многие историки пытались узнать все таки умер александр или нет или федор кузьмич это и есть наш бывший император но не дан ответ на этот вопрос то есть есть аргументы как за так и против то есть это до сих пор одна из загадок истории в принципе этот вопрос можно было бы решить и закрыть если бы была скрыта его гробница могила в петропавловском соборе и многие специалисты многие ученые добивались этого много раз но каждый раз им был было отказано есть мнение еще что еще в тысячи в 1920-е годы советские власти вскрывали его гробницу и тело александра там не было найдено но скорее всего это всего лишь легенда потому что официальных каких-то документов подтверждающих это нет но как бы там ни было александр все равно является победителем наполеона поэтому мы возвращаемся на дворцовую площадь колония сам александр при жизни не хотел чтобы ему когда-либо был установлен памятник тем не менее как мы знаем в 1834 году ему был установлен памятник причем весьма необычный виде колонны увенчанный ангелом с крестом попирающим змею это самая высокая триумфальная колонна в мире ангелом александр называли при жизни в семье в том числе николай павлович своих письмах так его называл крест здесь латинский именно на таком кресте был распят иисус христос именно тот самый крест царица елена мать императора константина нашла в иерусалиме это отсылка к самому константину который перед решающей битвой за власть в риме увидел на небе крест и понял что только именно с христианством он сможет победить константин стал первым императором при котором время было введено официальное христианство то есть в данном случае намек на то что только с верой во христа только вот с верой сможет смогут люди победить в этой великой войне но об этой колонне в последнее время очень много разговоров также как и самом санкт-петербурге есть люди которые даже утверждать что вашим возможно внутри постамента находится гробница в которой похоронен то ли александр первый то ли еще кто-то мы сегодня не будем обсуждать тему александровской колонны я думаю что эта тема отдельного ролика поэтому я на этом наверно с вами попрощаюсь и до встречи на грибанале